Всем привет, с вами снова Эспансия, если кто ест под мои видосы, приятного аппетита, ешьте много, ешьте вкусно и приятного вам просмотра, друзья. Также не забывай оставить комментарий под видео, это как минимум мотивирует меня делать более качественные и интересные видосы. А кто не прощелкав фишку и влепил лайк, отдельное огромное спасибо. Погнали! Единственное что, нам приходится до войны ждать, пока что соберутся люди, ну или она нам загенерирует ботов. Игра совсем новая, она вышла буквально недавно, так что я думаю, это вполне нормально, вот даже вспомним те же World of Tanks в 2012 году. Мы там одного боя ждали 15-20 минут, иногда даже катку в доту успевали скатать, чтобы дождаться. Пока что там World of Tanks все-таки раздуплится, хотя там играло намного больше людей. Здесь же пока что не показано вообще буквально ничего, сколько людей и так далее. Единственное что, вот я вижу, китайоз очень много и их очень круто банят сейчас. Это можно посмотреть вот в этой вкладке. Пенальтиц. И вот, пожалуйста, ограничения игры, плагины там, типа вся фигня. Тут вообще на 10 лет за плагины его бомбанули и так далее. Тимап и в Черестерс. Читерс, а вот, Читерс, тут даже читеры уже получается есть. То есть игре буквально полтора-два месяца, а тут уже китайцы активно юзают читы. Ха, смысл. Тут разве приколы игры не получать удовольствие от того, что ты все-таки унес тут, который ты хотел. Administration Garage. Ага, это показывает точки выхода, через сколько они будут спавниться. То есть минимально через 8 минут. Хорошо, что мы здесь имеем? Открывайся. Тут есть какой-то дроссель, я не знаю, что это такое. Рюкзак. Да, я забыл сменить рюкзак, вот это очень плохо. Пойдет. Пойдет. Отлично, это вообще шикарно. Нам бы, конечно, какой-то синий филет, мы бы шмотку найти. Было бы отлично. Так, хорошо, пусть пока будет зеленка. Это броник. Вот, 2х прицел. Я не могу это подобрать. Я уже все заполнил. Значит, это сюда, это сюда. Будем вот так вот потихонечку, потихонечку все производить. И сделаем игру чуть-чуть. Точнее, в максимум. О! Кстати, а вот это уже очень даже хорошо. Бутсы нафиг. Это сюда. Патрон у меня в самом верху теперь. Почему-то отображается, наверное, какую-то... Ух, что я там все-таки нажал. Это был чувак или что? Или бот? Это хорошо. Эта маска у нас... Давайте ляжем. Так, кто-то застрелил. Левел 2. Бэк. Бэк. Вот это сюда. Сюда, сюда. Так, кто застреляет. Мы сейчас пойдем, так сказать, разбираться, что к чему. Мы заберем у него бинтики. И пока что возьмем вот эту винтовку. Наши есть патроны на нее. Отлично. Отлично. Так, пока что я никого не вижу. Какой-то молотов. Это хорошо, наверное. О! Я баблишко нашел. Это вообще шикардесно. Так, и тут по поводу заданий, короче говоря. О, алкоголь. Керамическая фигня. Там, короче, есть какие-то задания. Нужно постоянно их чекать и искать определенные ресурсы. И вывозить этот ресурс с этих миссий. Господи. Что-то здесь произошло. Короче, тут есть ресурс, который нужно постоянно выносить с этих миссий. Выполняйте задания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Да, со звуком здесь действительно проблема. Я не могу понять, что сверху листья здесь все-таки. Вот здесь. Тьфу, там внизу вообще. Вот он. Угу. Это уже реальный игрок. О, хорошо. Вот эти потрошки мне все-таки нужны. Вот это все тоже мне нужно. И стекловолокно. А вот это, это все хорошо. Это куда? Давайте вместо вот этого заберем. Это. Угу. Потрошками постоянно забиваемся. Ура! 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 Есть все-таки интерес в этой игре. Да. Давай заберем все-таки зелененькую лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 выхода вот она и меня все-таки никто не шлепнул в этот раз и я все-таки заставил луп кайф и она вообще очень странная игра такие двоякие чувства эмоции есть тоже странные так словами не передать то есть ты лутаешься ты пытаешься выжить с этим всем делать делом убить чуваков при этом ты понимаешь эти чуваки эйский просто крысу но максимализм то есть максимально ужас это было конечно не супер напряженная катка но все-таки положительные эмоции я получил интересно очень интересно то есть я двоих убил в самом начале мне кажется такое ощущение что я убил каких-то ботов если честно вот этот вообще просто встал на месте и я его добил но все-таки игрока я увидел это факт игрок там был кстати сильнее меня намного то есть более опытный в этой игре и смотрим опять вот кучу всего навалило просто кучу это фиксаторы давайте соберем вот это получим еще экспу да бабло дает да и теперь могу вот карт забрать на один час хотя я не могу понять нафига нам не надо такое ощущение что вообще нафиг но навалили если честно знатно но чего навалили я пока что еще не понимаю и и вот опять какое-то обучение аукциону сток я теперь могу типа универсальный предмет купить за четыре тысячи баксов да дальность разброса а то есть там давай раз ты требую чтоб я это взял сажал опусти все бабки призма и биржа то есть вот это все я могу выставлять тут даже выставляет серое оружие как понял да и что я не понимаю пока что но в будущем обязательно разберусь так ну вот это я сразу продаю первого уровня мне точно не нужен вот насчет второго уровня я пока что не уверен это мне точно надо точный турум-пурум оставим кар мне очень понравилось очень интересно так сказать снайперская винтовка давайте посмотрим по поводу установки выбираем оптику 2x ставим нас их как раз две штуки отлично это сделали дульный тормоз компенсатор а пламенный газетель дульный тормоз и подавитель давай купим и поставим выбор настройки использовать совокупная цена 2000 то нет еще я хочу то что есть сейчас этого вполне достаточно тут не нужен x8 для такой игры так и получается что по сути меня спасло вот это но мы пока что это все отложим тут еще к есть как дроссель я не могу понять для чего он используется для какого оружия поэтому я пока что его просто банально ну ладно не продам по факту делал хлоп и хлоп так гранаты по сути не нужны то есть копим денежку ух нифига 40 тысяч или что то что где мы с темой бабки такой стране что за активы а понял хорошо вот это мы оставляем молотов продаем пусть будет денежки у нас так успокоительная макс так там или брить бесполезная штука максимально пока что для меня еще между полностью не разобрался чему она вообще ведет и так далее это продаем а вот насчет вот этого смотрим смотрим у нас тут есть понял нафиг события день 1 хорошо пусть будет вообще не понял зачем это не надо а гонконгские доллары типов то есть в этой игре даже сейчас магазин на гонконгских долларов то есть это получается вот этот скин вы можете купить за 38 гривен юаней считать а стиль стиль на пи 90 вы можете купить за 8 гривен пока что это нафиг нам не нужно мы еще не разобрались только в этой игре так здесь news я уже забыл куда ты еще какой-то сезон начался понял по поводу событий и ванты я тут видел короче говоря где это какие-то а вот миссии внизу ежедневно провести выглядит так отправьте предмета пули непробиваемая керамика в количестве 10 дней хорошо заходим на склад гонем а у нас такого чуда нет я правильно понял я правильно понял отремонтировать надо шмотки ручками как говорится сейчас у меня тут все биток так это винтовочка отправляем сюда снаряжаем в таком случае это сюда дроссель пока я никуда поставить не могу это сюда чисто экипируем что зачем он нужен can open the locket material box it seems that it can be used several times то есть пять раз можно заюзать какие-то боксы какие именно пока еще не понятно но я думаю мы в этом разберемся в будущем не то что нам нужно нам по сути нет посмотрите как бы вот в миссиях присутствуют смеси там вот эти все и тут можно смотреть что нужно брать поле непробиваемая керамика вот ее нужно собирать активно юзать и так далее примите участие в динамическом поле боя хорошо это мы все сделаем по поводу нет нет и что это я не знаю чё там на склад отправил чё не отправил хорошо короче надо постоянно чистить следить за вот этим инвентарем потому что сотресклад он на 60 слотов слишком мало я расколоть это типа разбить на некоторые несколько частей так с собой не забываем никогда брать бинтики они реально спасают то есть собираем бинтики постоянно вообще где находим там берем очень важная штука флешки ну по сути они в этой игре в данный момент они как бы не нужны вообще это я никуда установить не могу пока что продадим 12 миллиметров 9 штук это та снайперская винтовка у нас есть покруче так что вот эти вот простые патрончики мы продаем зеленый оставляем если на что вот 9 мы используем 9 миллиметров у нас есть 200 патронов значит это дело продается на снайперки мы используем 7 62 серые тогда сделаем вот так вот погнали дальше слизистая кожа продаем металл можно сделать что-то реально типа крутое да на девятом уровне короче говоря вот думаю зеленые ресурсы пока стоит пособирать может синий может фиолетовый это нужно чтобы открывать наборы типа прицел чтоб можно было поставить или что-то там вроде короче она что-то там делать когда полностью разберусь я буду четко формулировать свою мысль и показывать отказывать что это что это будет происходить по поводу дросселя в душе не бум бум что-то такое продаем 2000 можно это как-то так увеличение скорости выравнивание точки прицеливания это на пулемет да ох ни фига себе то дроссель штук классная если так почитать что она дает да дроссель пока что оставляем сюда его не наденешь на волну можно надеть дроссель нет так что у нас есть хлопушка две волны хорошо в таком случае если мы боимся померой у нас есть серые 9 миллиметров мы только что продали мы что продали все оставляем это снайперскую винтовку пока скидывать сюда пистолет я вообще думаю у нас пока с оружием все в порядке давайте его продадим да так 762 мы пока откидываем сюда здесь берем половину который у нас есть в общем и все и заходим следующий бой вот так вот фармим получает себе пушки шмотки какие-нибудь чтобы были у вас на будущее и забиваю полностью нитарь весь смысл игры в этом весь прикол кстати ты вот у меня и примеру есть там бэкпэк 3 уровня я могу скинуть только когда полностью освобожу все ячейки и лучше взять с собой второго уровня то что вы можете найти там 3 4 5 уровня чисто на миссии в итоге это будет короче говоря это игра смеси days папок и escape from так так все то есть связка трех игр но идея конечно классного пока реализовано очень кисло очень сыро ну что ж ребят до встречи в следующем видео пока что будем разбираться дальше в этой игре говорю сразу заинтересовала капитально